посмотрим что дальше сейчас вот еще так скажем я так понимаю задание на меня нет потому что я рейс завершил по сути вот там то есть я все отметки поставил сейчас они мне должны оформить новый рейс это новосибирск новосибирс да то есть да я сейчас как бы заработал ну за два часа на ровном месте там два косаря еще и 30 километров пробега вот но скорее всего они вормят и как дуб . чтобы полторашку сэкономить то есть дуб . 500 рублей до были там сколько 475 час по-новому а так по факту они должны за вот этот новосибирск новосибирск полмачева новосибирск 1750 и пробег километраж как-то так поэтому посмотрим какой у нас будет рейс отдельный или поменяют ту заявку про ставят сами галочки прибытия убытия там так далее то есть за 500 рублей мне вот нахер не надо вот этой всей вознею заниматься там два часа постой с выгрузить загрузить по городу по ночью катайся за два косаря еще ладно принцем но опять же вот я сейчас пол ночи тут провожусь я мне допустим придет задание на 9 утра на погрузку там где-нибудь новосибирске на где часа в три ночи только спать лягу вот так вот короче как-то кстати парни вот после вчерашнего ролика уже много кто и написал давай к нам там куда собрался уходить и ватсапе и звонки я еще так скажем немножко наверное сделал ошибку да погорячился хотя у меня номер там всегда висел в описании канала сегодня прямо сказал что ребята я на связи если что там звоните туда-сюда и у меня сегодня столько звонков было просто у меня телефон красный до обеда был то есть вот я ролик выпустил с утра по москве и у меня я еду у меня звонок звонок с одним разговариваю два звонка параллельно по второй линии потом перезвоню одному перезвоню второму показывал вторым разговариваю еще два звонка и вот так короче в основном я перезванивал потому что я в основном на второй линии был и ватсапе много кто написал и в москве уже предлагают там пару контор но не по всем условиям мне подходит то есть я за гранку работать не могу собираюсь там на финку допустим ходить до предлагают с москвы ну блин на пересменку же ездить вообще как бы не вариант но летать москвичам работодателю допустим до московскому какой смысл мне оплачивать допустим перелет на пересменку там даже раз в месяц туда и обратно нет никакого смысла ну я вот лично не вижу смысла платить сибиряку допустим 120 тысяч да и еще сороковник там допустим летом тратить на билет зимой до 6 тысяч туда 6 обратно то есть 12 тысяч каждую вахту да вы лучше наверное какому-нибудь водителю который рядом с москвой неужели там москве нету водители нормальный что сибири привлекают и готовы оплачивать перелет то есть ну либо для московских водителей на 120 это ну вообще не деньги ну я так предполагаю что там меньше чем за 200 вообще никто именно коренные москвичи они даже с дивана не встанут город дорогой продукты дорогие москве все дорого бытовуха дорогая вот то есть все гораздо дороже чем у нас думаю так москвичи на сибири процентов на 15-20 цены выше чем москве москве дорого подстричься там какие-то там услуги там мойки не мойки такси вот это там дорого а продукты там все магниты пятерочки все то же самое цены везде примерно одинаковые то есть вот в этих крупных так скажем магазинах вот поэтому ну и мне как по как бы это тоже там парни говорят вот на бензовоз там тоже в москву зовут тоже 120 платят по две недели что ли работают ну и туда-сюда перелет оплачивать но я как-то не готов поверить что есть смысл сибиряку оплачивать перелет туда и обратно возможно оплатят перелет там только допустим на трудоустройство строишься на вторую вахту попросишь билет тебе скажет не братан уже тебе зарплату дали давай покупай билеты прилетай поэтому если куда-то допустим устраиваться ну лично мое мнение то чтобы была пересменка около дома в идеале вообще именно дома в домашнем регионе то есть ну если допустим на какой проект попадать да можно еще конечно там допустим в кемерово или в новосибирске где-нибудь меняться вот ну чтобы вот ты допустим с кем-то сел там с утра и не ночевать в машине чтобы к вечеру приехать там принять тачку свою переночевать уже своей машине и помчаться дальше вот поэтому пересменка лучше в домашнем регионе но соответственно если даже в какую-то компанию уходить которая на восток именно ходит на владивосток да чтобы мимо дома кататься то надо еще кого-то подтягивать так скажем за собой то есть колотить экипаж чтобы там в татарстан не летать или там на попутках не ездить на пересменку то что даже в делка эта проблема была парни знакомые с омска но в челнах там в челнинской колонии были и вот у них бывали проблемы то есть на пересменку ездили в челны то есть для челнинского водителя даже если он на восток идет машина или там допустим ну да на восток то есть челнинскому водителю нет смысла ехать до омска и в омске передавать машину а мечу приходится ехать в челны то есть он блин два дня едет для того чтобы поменяться ну короче такие вот замуты поэтому лучше в домашнем регионе вот ну и много вопросов куда я там собрался туда-сюда парни ну потерпите и я еще на на сто процентов прям 100 100 процентов еще не решил да я предложение принял так скажем прошел собеседование причем как бы меня звали туда давно и связь позавчерашний ну там вернее роликом от 31 числа я как бы приехал сразу человек уже видел этот ролик я сказал вот так и так вот после такого ролика вы меня возьмете то есть проблем нет сказали да без проблем мы же не собираемся обманывать тебя мы такой ерундой не занимаемся поэтому мы не переживаем за свою репутацию это что ты там будешь что-то из пальца высасывать то есть человек просто знает меня уже давно вот поэтому не повлияло а так вообще парни вот конечно ну последние два ролика это для моего канала нестандартные у меня не такая репутация у меня канал так скажем у обучающий большинство роликов именно про управление как управлять там как экономить как солярку считать как там допустим зимой там буксовать и так далее буксовать не буксовать цепи шмепи канале до хрена там роликов на это на эти темы разные поэтому вот этот как бы хайп конечно поймал я да ну ну не для этого не с целью хайпа были эти ролики 2 конечно уже в догоночку тогда но потому что дополнение нужно было мне дополнить это уже уже пишут там хейтеры смотрю вроде как бы все все типа да молодец туда-сюда блядь раз второй ролик ой переобулся блин где переобулся то чё я кого-то призвал остаться в компании что-то начал там рассказывает какие-нибудь байки там или чё почему-то я переобулся там один какой-то там как-то злой или чё-то ну не знаю не запомнил пишет ты переобулся ты переобулся я ему раз ответил для чего я записал он опять там другим комментарии пишет да переобулся ему там премию типа не дали блять он обиделся и переобулся то чё блять угородить это ребят какую премию мне компания ни разу не заплатила ни за одного водителя которого я привел ни разу вот были акции там при виде друга 15 тысяч рублей платили первый год потом по 8 тысяч рублей начали платить то есть вернее не первый год а когда я пришел 20 год 15 платили потом по 8 стали платить ни разу мне компания делка ни за одного водителя не заплатила хотя я предоставлял то есть ну я никогда никого не просил писать да что там вот именно дмитрий рожан возможно кто-то и писал в анкете да откуда вы узнали там что с интернета с ютуба или там канал нам по пути но делка нужно чтобы было конкретно указано дмитрий рожан поэтому никто мне за это ни разу не платил и я никого не призывал и по этой акции не планировал ничего получать то есть тут вопрос мне в деньгах дело в принципе вот когда тех тренера стал переходить и там час руководством же все равно общался думаю чем черт не шутит за год посмотрю с кем я допустим лично общался и ну может дадут какую там премию или какую-нибудь аппаратуру дадут еще что-то да то есть хотел доказать что я приводил людей эти люди изначально общаясь со мной экономили с первого месяца не косячили проработали там полгода то есть предоставил так скажем скриншоты где человек не просто там с канала да но писал мне в личку в адапе на мой номер я ему допустим давал номер колонного там какого-нибудь да там красноярского иркутского очень много ребятам давал и тюменский то есть у меня контактов колонных очень много и тюмени самара и тольятти и краснодар и ногинск нижний новгород то есть не знаю почему обращались ко мне хотя вроде как бы говорят что легко и так устроиться там и через сайт там и через анкету ну бывало что вот пишут отдай номер колонного там хочу устроиться я знаю что эти люди устроились потому что потом я добавлял свою стажерскую группу которую тоже получается то есть я сам придумал идея это пришло мне в голову потому что я заколебался каждому в личку отвечать допустим да там какие-то советы давать или на какие-то вопросы отвечать по работе там по отчетам и так далее я создал стажерскую группу еще в сентябре двадцатого года и вот как раз это моя идея я так понимаю вылилась в наставничество делка но я за это копейки не получил и вот по поводу водителей даст то есть которыми я общался которые работали там ну как минимум по три месяца отработали и все устраивало и экономия была там и так далее с первых месяцов потому что смотрели канал мой и ну ко мне обращались за консультацией постоянно мы на связи были в отцепе таких людей набралось 110 человек то есть это конкретно так то есть скриншот с номером телефона имя фамилия отчества и так далее да то есть я вот эту собрал так скажем информацию собрал ее получается когда за двадцатый год то есть за один год своей работы ко мне начали обращаться где-то уже наверное ребята так с марта с апреля то есть я вот с конца января начал работать в итоге вот даже если умножить 100 человек даже если не 110 а 100 до то есть убрать 10 человек ну погрешность так скажем да можете на 8000 100 человек по 8000 это 800 тысяч рублей ни копейки я не получил до сих пор и не получу это сто процентов компания не любит платить если бы я бегал самый доказывал сразу или там просил ребят писать анкету там какую-нибудь да там где-нибудь там прям фамилию прописывать и так далее да тогда возможно они бы мне платили а так это для них не доказательство что люди пришли с твоего канала так это это только получается те с которыми я общался да поэтому я думаю что я тысячу человек я думаю блин точно на фикс канала пришло кто-то писал кто-то не писал но люди смотрели смотрели отзывы и так далее поэтому не надо там вот ля-ля как говорится в комментариях что мне там что-то плоти белка если у кого-то есть доказательства что мне кто-то заплатил за что-то за какой-то ролик или мне что-то дали какую-то плюшку там экшн камеру новую там или еще что-то да то выскажитесь в комментарии вот поэтому за блогерство я заработал долларов наверное 500 за все это время с монетизации и все не более того ладно парни короче уже ролик и так наверно что-то длинный получился до всем удачи короче на дорогах продолжение следует что-то да вот 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 вот